В 6 лет у него закончилось детство. В 92 году в его дом пришла война. В 11 он впервые взял в руки оружие, а с 2014 года воюет за ЛДНР. А простые люди понимают нас и понимают, за что мы боремся. А борются они за людей. Несмотря на то, что Алиас родился в Горной Абхазии, почему и взял позывной Горец, своей родиной считает Россию. Самое красивое и самое правильное этому миру дала Россия. Русская культура, царская Россия, Российская империя, Советский Союз. А мы являемся правоприемником всего того, что я перечислил. И мы столько всего прекрасного наши предки дали этому миру, и этот мир сейчас против нас. Защищать Россию – это у него в крови. Дедушка прошел Великую Отечественную войну, был ранен на Украине и дошел до Берлина. Теперь сослуживцы Алиаса шутят, получать ранение на Украине – семейная традиция. А ведь если бы не СВО, то судьба Алиаса могла бы сложиться иначе. По образованию он режиссер и учитель абхазского и литературы, мечтал учить детей. Наверное, поэтому он сейчас и преподает им важный урок. В каждом из вас есть великий предок, который защищал эту землю, который отстаивал эти интересы этой земли, этого народа. И в ваших генах оно есть. И хочу, чтобы вы это знали. И стремились быть лучшими. Почему? Потому что вы потомки победителей, вы потомки героев. Наша задача – воспитать то поколение, которое в случае чего встанет на защиту своих родных, близких, своей родины. У нас очень молодые бойцы. Зачастую отдельным исполнилось 19 в блиндажах, в окопах. Они же пришли по зову сердца. Они же вчерашние школьники. Только-только в студенческую скомью сели и сразу добровольцем пошли на фронт. Сам Алиас пошел воевать на Украину в самом начале конфликта. В 2014 году в бригаду «Пятнашка», названную по количеству бойцов, которые приехали 10 лет назад на защиту ЛДНР. Один из основателей «Пятнашки», командир подразделения «Абхаз», родной брат Алиаса. Наше подразделение немножечко отличается от всех, наверное, могу сказать, смело. Почему? Потому что у нас нет определенных понятий, которые есть в армии. Типа я тебе приказываю. Либо я твой командир, слушай мой приказ, либо разрешите выполнять. Нет, у нас семья. Смысл любой семьи, дети и семью «Пятнашки» подбадривает один 9-летний мальчик на курском направлении Степка. Каждое утро он подтягивается на заборе и приветствует бойцов перед выходом на задание. Этот ритуал уже стал настоящей традицией для всей бригады. Алиас Аветсба по сей день находится в строю. Когда не на войне, старается организовывать встречи с молодежью, чтобы воспитать поколение, которое будет готово защищать родину.